привет всем друзья я хочу поблагодарить каждого за актив спасибо вам большое с момента как мой канал набрал 100 подписчиков сейчас на нем уже там больше 110 подписчиков спасибо за то что вы помогаете мне на данный момент я развиваюсь вообще без денег вот поэтому каждый ваш лайк комментарий подписка где-то опубликования социальных сетях своего вид этого видео очень сильно помогает в развитии спасибо вам большое это очень все безумно ценится спасибо вам большое а теперь приступим к видео где-то с неделю назад я выпустил видео под названием обзор двустороннего победитового диска кто пропустил ссылочка сейчас будет вверху я хотел посмотреть принципиальную разницу между обычным победитовым диском и эти победитовым диском тогда я сделал так там вступительную часть показал как он выглядит чем он отличается по внешнему виду от обычного победитового диска ну и рассказала первое впечатление о нем в общем некие предположения могу сказать что эти предположения были в принципе верными теперь ближе к самому диску работал я этим диском на своей бензокосе ltsbg 3900 китайская коса ну и собственно говоря вот как выглядит наш диск после работы прокосил я им давайте сразу обозначим что именно косил и сколько территория была какая была территория того что я косил косил я им разную траву это была мягкая трава это была жесткая трава это была трава где-то размером от 30 до 50 сантиметров высотой плюс это была поросель молодой вишни которая уже скажем так переросла в ну из мягкотела поняли из зеленого переросла уже в как бы начинается появляться уже волокна твердые как у дерева вот то есть это такая переходная фаза была поэтому такая более жесткая на уже прокосил я ей где-то около десяти пятнадцати соток ну наверное да да не 15 где-то около 10 где-то около десяти соток я прокосил этим диском вот такая вот дрова которую я вот говорил и молодая поросель я косил на территории которая была скажем так не сильно удобная для козьбы там было очень много камней а именно вот щебня крупного вот и ну были постоянно там какие-то бордюры кусочки асфальта и так далее и тому подобное ну в общем много-много-много камней давайте ближе взглянем на то что у нас после работы осталось по победитовым напайкам если мы будем вращать то мы заметим вот одна напаечка у нас вылетела и собственно говоря все больше напаечек у нас не вылетала вот всего лишь одна единственная вот она она у нас вылетела честно говоря это хороший результат потому что на том диске у меня вылетали как-то более поактивнее эти напаечки но не знаю может быть это проблема просто качество того именно конкретного диска ну давайте смотреть как у нас расположен диск и как у нас вылетела та напаечка возвращаемся к напаечке которая вылетела где тут она у нас вот у нас место где у нас вылетела напаечка ну как можно видеть смотрите здесь у нас напаечка сбилась но не вылетела со своего паза то есть как бы ее теперь нету да вот как должно быть и вот как здесь то есть ее сбила и здесь напаечка вообще вылетела вот именно в этом месте я попал в бордюр и поэтому у меня отлетела вот тут на пальчике но в принципе ничего страшного так как бы она и на всех дисках если попадаете вы в камень то на пайке у вас сразу же отлетают принципе если мы сейчас посмотрим на его состояние то мы можем сказать что диск ну и еще в идеальном состоянии ну кроме вот этих вот двух напаечек а так он как новенький ну просто что-то как грязный все поэтому в принципе я доволен то что я говорил что он оправдал мои ожидания в плане того что он легче им косить чем обычным диском ну не знаю может быть она как-то так показалось но как по мне не показалось вроде как действительно есть разница и вроде как а действительно он косит лучше чем обычный диск если посмотрим мы на то как говорят люди то говорят по разному насчет разницы между этим диском и диском обычным победитовым говорят что вроде как этот ходит два раза дольше потому что у него видите ли одна сторона рабочая потом перевернул вторая сторона рабочие ребята как я и предполагал в первом видео это не так по причине того что как мы можем вот здесь видеть наглядно да на пайочке у нас отлетели с обеих сторон вот камень мы по поймали и у нас на пайочка отлетела что это что это то есть не нужно ничего переворачивать и так все она по красоте отлетает это ну я и самого начала это прекрасно понимал не знаю почему люди так говорят видимо потому что на практике никогда особо не косили на сложных участках траву и не знают что если на камень ты попадаешь что у тебя просто конкретно страдает диск не то что отлетела на этой стороне перевернем на той стороне все будет четко нет это так не работает если ты поймал камень то ты безоговорочно себе повредишь диск полностью по всей площади того куда этот камень у вас попал переворачивание переворачивай ты проблем не избежишь это работает так ну а теперь что касается заключения по этим диском буду я продолжать работать этим диском мне он в принципе устраивает мне в принципе нравится если сравнивать с односторонним диском победитом этот не заходит больше так не заходит лучше мне кажется что он но им легче работать как по мне по ощущениям и все-таки он подольше ходит по причине того что здесь есть веру режущие кромки они содействуют тому что у нас легче подрезается все это дело ну и как-то она сама форма даже диска отличается режущая сторона и скажем она более удачная как по мне чем у обычного победитового диска это что касается моего выбора моему предпочтения я все-таки предпочту такой диск что предпочтете вы это уже ваш выбор я никому ничего не собираюсь навязывать ничего не собираюсь никому доказывать покупайте что вы считаете нужным этот диск и тот диск стоит приблизительно одинаково вообще в принципе там разница копейки все зависит просто от производителя может и обычный диск стоите дороже чем двухсторонний и двухсторонним может стоить дороже чем обычный победитовый диск все зависит от производителя соответственно от качества того как сделан сам диск но Но что именно покупать, советовать не буду. Считайте, пробуйте, покупайте и сами для себя выберите. Я для себя выбор сделал. Я буду брать из дисков теперь себе постоянно двусторонние. Ну, если, конечно же, не буду брать диски для того, чтобы снимать про них контент. А именно для работы среди победитовых дисков для меня двусторонний фаворит. Ребятки, если вам хочется посмотреть еще что-то касаемо оборудования на бензокосу, касаемо навесного на косу, да, там катушки, леска, разные диски и так далее и тому подобное, вы можете заглянуть в мой плейлист. Сейчас ссылочка будет вверху. Там будет собрано конкретное видео на эту тематику. Заходите, посмотрите. Может, кто-то что-то не видел. Надеюсь, для вас будет это полезно. Ну, а у меня все. Оставляйте отзывы об этом видео в комментариях. Ставьте лайк, если вам понравилось. Либо дизы, если вам не понравилось. С вами был Богдан. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!